Кто угодно приехал в Чечню, на проспекте, например, стал, идут чеченские девушки или девушка, и он, например, пытается с ней познакомиться. Мы ведь понимаем, что этого не позволят. Если вот такое кто-нибудь попытается сделать в любом чеченском городе, среди чеченского общества, там не должен будет присутствовать ее отец или ее брат, любой прохожий, просто ставший свидетелем чеченец, он в этот момент станет для нее отцом, братом и всем необходимым опекуном. Проблема в этом, что ли? Кто-то пришел к вам с войной, чтобы научить вас, как не выдавать замуж своих девушек за представителей других национальностей? В этом разве суть этой войны? Вы понимаете, на какой уровень вообще это все опустилось? О чем, ребята? Просто спуститесь обратно на землю, поймите, что это не ваши проблемы, это не ваше дело. Мы воспитываем так, как мы считаем нужным, правильным, живем мы так, как мы считаем нужным и правильным, а вы живите так, как хотите вы. Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном эфире. Я пришел сюда буквально с канала Карпенко, прямо вот только что у него была премьера. Он посадил перед собой троих пленных, двое из них чеченцы-кадыровцы, один какой-то русский парень. И Карпенко говорит, что он тоже кадырец, что мать у него якобы чеченка. В общем, не знаю, это какая-то непонятная история, но двое там реальные чеченцы, реальные из Чеченской республики, один из Нажилатовского района, второй из Росмартановского. И оба они реальные военнослужащие одного из батальонов под названием Ахмат, российские военнослужащие, реальные кадыровцы. И, как вы знаете, у нас идет такой заочный батл с Карпенко, когда он делает интервью с кадыровцами, и через претензии к военно-пленному российскому кадыровцу он предъявляет претензии всему чеченскому народу, всем нашим обычаям, традициям, нашим условиям, которые Карпенко почему-то не нравятся. И, в общем, сегодня было продолжение этой истории. Он посадил перед собой, значит, этих троих пилотов и демонстрировал им мое видео, задавал им вопросы относительно моего видео. На мой взгляд, сейчас, ну, по сути, это такой уже эпогей, наверное, всей этой истории, потому что до сих пор находились люди, чтобы там Карпенко не говорил, как-то его оправдывающие и говорящие, что да нет на самом деле, это он просто пытается там что-то разжечь, чтобы там между русскими и, значит, кадыровцами что-то произошло. На самом деле все не так. Но сейчас вот в этом последнем его видео он уже ничего не скрывая, в принципе, предъявляет претензии уже не к кадыровцам. Там вообще нет никакого у него разговора с ними про войну в Украине, почему они воюют, скольких они, например, убили, убивали ли они вообще стреляли, сколько патронов магазинов, снарядов выпустили, в каких операциях участвовали. То, что должно быть, по сути, интересно для врага, когда он говорит с пленным. Вместо этого все, что Карпенко интересует в разговоре с кадыровцами, это почему вы, черт побери, не выдаёте замуж чеченок за представителей других национальностей, а тем более еще и конфессии. То есть его там, ему отвечает кадыровец, но если, в принципе, мусульманин, то, ну, такие моменты есть, редко, но за представителей других национальностей мы, в принципе, выдаём. Ну, он говорит, там, за азербайджанцев есть кейсы такие за соседние народы, за дагестанцев, за кабардинцев. То есть какие-то, ну, редкие, но все-таки случаи такие есть. Это все-таки такая практика существует. Но если это, он говорит, а за русского ты выдашь? Он говорит, но если мусульманин? Нет, не мусульманин, православный. За меня, говорит, выдал бы ты свою дочь, спрашивает он этого кадыровца. Ну, тут понятно, что тот, находясь в плену, не может ему ответить. Ты, конечно, никогда бы за тебя не выдал, он не может так сказать. Но я тебе за него отвечу, Карпенко. Ни он, ни один чеченец в этом мире не выдал бы из-за тебя свою дочь. Не выдал бы. Не то, что дочь. Просто если кто-то бы услышал, узнал, что ты где-то там захотел бы подкатить в Чеченке, ну, с тобой бы провели беседу, объяснили бы тебе, что так нельзя поступать. Понимаешь, вот твои претензии к чеченскому народу за то, что мы не приемлем, с одной стороны, конечно же, мы не приемлем, чтобы Чеченка вообще, не только Чеченка, в принципе, мусульманка выходила замуж за немусульманин. Это не прихоть чеченцев или мусульман. Это запрет в нашей религии. Не может мусульманка выйти замуж за немусульманин. И все, на этом вопрос закрыт. Что касается, то есть, получается, твои претензии, ты пойми, они не к чеченцам, и тем более, они не к кадыровцам. Твои претензии, они к мусульманам. Твои претензии к религии мусульман, которая запрещает прямым текстом, не может мусульманка выйти замуж за немусульманин. Только за мусульманин она может выйти. То есть, в первом вот этом твоем вопросе, за православного ты спрашиваешь, выдал бы ты за меня, выдал бы ты. Нет, не выдал. И это не вопрос чеченцев. Это вопрос ислама. Поэтому будь добр, если у тебя есть претензии к исламу, озвучи их тогда. Скажи, у меня претензии к исламу. Я вот хочу повыразить свое несогласие с этим пунктом в религии ислам. Второй момент, то, что чеченцы не приветствуют даже выдачу замуж за мусульман, но не чеченцев. Да, мы не приветствуем это. В большинстве своем чеченцы хотят выдавать замуж, сами чеченки хотят выходить замуж за чеченцев. Но при этом есть исключения, да, какие-то межнациональные браки у нас происходят. Они в меньшинстве, но они происходят. Таких кейсов немало. И то, что тебе этот момент не нравится, и ты пытаешься через военнопленных предъявить это всем чеченцам, это очень низко. Ты в заключении своего разговора с ними сказал следующее. Вот я включу, но я, к сожалению, перед эфиром не успел. Ну, короче, давайте послушаем с моего телефона. Вот я смогу как-то более емко поговорить, но проблема заключается, а, они вообще не знают историю, б, они не понимают, о чем идет речь, ну, понимают, но они все. И все, короче, что стало понятно однозначно, это то, что они особенные со слов ихнего соплеменника чеченца. Правильно? Вам все можно? Вам можно подкатывать. Кому угодно. Воспитывать. Кому угодно. Вам не кажется, что это похоже на рабовладельчество? Я думал... Вот сам его вопрос. Вам не кажется, что это похоже на рабовладельчество? То есть, ты не согласен с тем, что мы, в принципе, так живем. И это часть нашего самосознания. Тебе это не нравится, и ты хочешь через военнопленных это нам предъявить. Но тут же ты, вот в том, что я сейчас включил, ты там в самом начале свое разочарование рассказываешь. Ты говоришь, я хотел разговаривать, но не получилось. Они не знают истории. Они-то, возможно, реально не знают истории. Там понятно, что с образованием очень плохо все. Но они многое исказать тебе не могут, потому что они военнопленные. Например, на прямой твой вопрос, когда ты сказал, за меня бы ты выдал, он затроил. Он не смог тебе вот так ответить, потому что могут последствия за это быть, и он вынужден был как-то выезжать из этой ситуации. Но смотри, если ты сам разочарован, если ты сам хочешь конкретного диалога, может быть, спора, дебат каких-то, но зачем ты таким низким образом делаешь это через военнопленных? Я же тебе направление показал. Там в Украине есть чеченцы, свободные, находящиеся в различных батальонах, кто-то в вооруженных силах Украины находится, в иностранном легионе, кто-то в добровольческом батальоне находится. Ну, встреться ты с ними, спроси у них. Ну, объяснят тебе, задай свои вопросы. Если тебе что-то не нравится, претензии ты хочешь какие-то предъявить, ну, предъяви, там пообщайся. Если вот ты показываешь им меня, мое обращение к тебе, и с них спрашиваешь то, что я тебе сказал, да с меня спроси. Я для тебя открыт. Вот любые вопросы, которые ты им задаешь, почему-то вопросы, которые ты должен адресовать мне, ты их через них пытаешься адресовать, и с них ты пытаешься получить ответы на эти вопросы. Что ты у меня не спросишь об этом? Задай их мне напрямую. Никаких проблем, я тебе отвечу. И уж я-то тебе смогу ответить то, что я думаю. Мне-то не нужно бояться, что после того, как выключат камеру со мной, там что-то сделают, либо еду мне там не дадут, либо воды не дадут. Мне об этом переживать не нужно. Я абсолютно свободен в этом плане. Вот я тебе отвечу на все твои вопросы, претензии. Открыто тебе скажу. Задай. Если не хочешь задавать мне, ну, поедь, встреться с священцами, воюющими на стороне Украины. Задай им вопрос. А я уверен, что они тебе тоже ответят. Может быть, не так жестко, как это могу сделать я, но, во всяком случае, заигрывать перед тобой, я думаю, они станут, как эти военно-пленные. И еще один момент, я тебе точно скажу, Карпенко, когда ты показывал этим военно-пленным, ну, как минимум, двоим из них, которые чеченцы, ты показывал и мое видео, и они слушали то, что я тебе говорю, я тебе голову на отсечение даю, что они были полностью согласны с тем, что я тебе говорю. Я на сто процентов говорил. Даже несмотря на то, что я называю одного из них тупым в этом видео, второй, кстати, тоже абсолютно не отличается от него, реально оба абсолютно необразованные люди. Кровь идет из ушей, когда слушаешь то, что они говорят. Но, несмотря на это, я уверен, убежден в том, что со всем, что я тебе сказал, они полностью согласны. И этот вопрос чеченских девушек, чеченских женщин, он, это абсолютный консенсус у всего чеченского народа. Вот все в этом вопросе согласны, и никто вообще не оспаривает эту тему. Понимаешь, вот это такое единогласие чеченского народа, хороших, плохих, любых. Все чеченцы абсолютно единодушны в этом вопросе. И нет в этой теме никакого нацизма, который ты хотел там определить. Нет там никакого феодализма. Это элементарный вопрос национального самосознания. Да, мы так воспитываем своих детей и дочерей, что они не приемляют этого. Они хотят заключать браки внутри собственного народа. Вот и все. Кто в свободном мире может это запрещать? Ты задаешься вопросом, почему вы типа ограничиваете там свободу якобы выбора. Никто не ограничивает. Полная свобода у чеченских женщин. И вот пользуясь этой полной свободой, они выбирают чеченских мужчин. Вот такой у нас интересный народ. Абсолютно свободный и делающий правильный выбор. И было бы хорошо, если бы тебя, Карпенко, и подобных тебе волновали бы не вопросы чеченского народа, чеченских женщин, кто у нас там как женится, выдается замуж, а волновали бы вопросы твоего собственного народа. Оккупантов, которые к тебе пришли. Если бы ты с оккупантами говорил не о выдаче замуж там или подкате, кому бы это не было, а о войне. Почему они пришли? Убили ли они кого-нибудь? Не убили и так далее. Это было бы гораздо правильнее. И хотелось бы отдельно обратиться к Кадырову. Послушай, чувак, ты хотя бы мог бы, если раз ты отправляешь людей на эту войну, ну хотя бы с средним образованием людей можешь туда отправлять, окончивших среднюю школу хотя бы, чтобы когда они попадают в плен, они могли членораздельно разговаривать, чтобы они могли на элементарные вопросы отвечать, как, например, какое население, сколько чеченцев. Ну элементарный вопрос, хотя бы цифру какую-нибудь, примерную назови. Нет, они даже на это не могут ответить. Там у человека спрашивают, ты откуда, он говорит, у Русмартана, сколько там населения у Русмартани? Он говорит, тысяча, тысяча человек. А потом говорит, это город. Город, Карпенко удивляется, в городе не может быть тысячи человек. Тогда исправляясь, он ему отвечает, семей, тысячу семей. Ты понимаешь, уровень, хотя бы после 11 класса, чтобы они были не скупленными аттестатами, а реально какие-то азы получившие, чтобы вот так из ушей кровь не шла, когда ты их слушаешь. Хотя бы этот момент сделаете, чтобы эти военнопленные хотя бы вас там не позорили. Аноним, асанам алейкум, брат, было бы хорошо, если наши братья из Чанского батальона провели бы с ним беседу, Карпенко, и объяснили ему, что он реально чушь несет. Я думаю, было бы хорошо, если бы он был инициатором такой беседы. Это ведь он поднимает эту тему. Это она, это ведь его, эта тема не оставляет покоя. Такое ощущение, что во всей истории кадыровских этих батальонов, самой войны, оккупации, сейчас вообще у украинцев проблема на фронте, они отступают, углидар отдали. И такое ощущение, что во всей этой кухне проблемной Карпенко волнует не вопрос, не вопросы насущные военные, его волнуют вопрос, почему чеченцы не приемлют, чтобы к их девушкам скатывали представители других народов. Смотрите, вот когда мы эту тему обсуждали, мы определили, что в принципе мусульманка может уходить замуж, что за мусульмане. Это религия, и мы это придумали, и мы не можем это никак изменить, даже если бы мы этого хотели. Это первое. Но несмотря на то, что, то есть, если мы отойдем теперь от, то есть, это вот такой, как бы, внешний круг, то в целом мусульманка уходит замуж за мусульман. Потом, там есть еще внутренний круг, что чеченки не хотят, по возможности пытаются не выходить замуж даже за мусульман, представители других национальностей, даже за тех, кто живет прямо рядом с нами, являются нашими соседями. Ну, не любят у нас это, не приемлят. Но тем не менее, мы должны понимать, что таких браков у нас немало. И в целом, когда представители наших братских народов из Дагестана, из Ингушетии, Кабардино-Балкарии к нам сватаются, и когда семья, которой посватались, находит этих людей достойными, принимает решение, что за них выдадут точь и выдают, вообще никаких вопросов, претензий к этим людям не бывает. И таких примеров у нас немало. Но, Карпенко покоя не дает ни это. Карпенко покоя не дает то, что никто не может, мы не можем себе представить ситуацию, что, допустим, в Грозный приехал русский, украинец, татарин, любой из там соседних республик, кто угодно, приехал в Чечню, на проспекте, например, стал, идут чеченские девушки или девушка, и он, например, пытается с ней познакомиться. Мы ведь понимаем, что этого не позволят. Если вот такое кто-нибудь попытается сделать в любом чеченском городе, среди чеченского общества, там не должен будет там присутствовать ее отец или ее брат, любой прохожий, просто ставший свидетелем, чеченец, он в этот момент станет для нее отцом, братом и всем необходимым опекуном. И очень быстро этому человеку объяснят, что такое у нас делать нельзя. именно это не дает покоя Карпенко. Его, он-то и не знает наверняка вот этих вопросов правильного сватовства, договоров и так далее. Он этих тем не знает. Его именно вот это беспокоит. Почему любой русский или вот тот же Карпенко не может приехать в Грозный и попытаться там на проспекте или в кафешке подкатить к чеченским девушкам? Вот нельзя Карпенко. Мы так воспитываем своих детей, свой народ, и мы этим гордимся, что у нас подобное ты сделать не можешь. И вот когда ты сразу же задаешь вопрос а почему вы где-то можете не можем. Мы не можем. И никто ты никогда не увидишь чтобы я где-то там пытался с кем-то познакомиться. Но ты увидишь таких людей, они будут к сожалению неправильно воспитанные. Так вот разница знаешь в чем? Приехавший в Чечню Грозный чувак попытавшийся познакомиться с Чеченкой это тоже неправильное воспитание. Невоспитанный человек. Вот ему очень быстро объяснят его поставят на место и даже невоспитанный человек очень быстро поймет что так делать нельзя. Вот будьте добры точно так же там воспитывайте таких неправильно воспитанных чеченцев. Они попытались подкатить к девушкам местным. Воспитайте. Один раз, два раза, три раза несколько кейсов будет такого воспитания. Я вам гарантирую что ни чеченец никто бы то не был другой этого сделать не попытается. Ваша проблема в том что вы не хотите так воспитывать вас же это устраивает. Если это вас устраивает то при чем здесь мы? Почему вы пытаетесь нас уподобить себе? Вы теперь говорите почему у нас это можно а у вас нет? Да потому что у нас нет. Мы так хотим. Мы так воспитываем. Если вы хотите чтобы у вас тоже нельзя было воспитывайте так же. Реагируйте так же. Пусть любой прохожий человек представитель местного народа пусть сразу останавливается и объясняет этому невоспитанному чеченцу что так делать нельзя. Несколько раз объясните молва пойдет что делать нельзя я гарантирую что никакие невоспитанные ненаглые чеченцы подобного делать не будут. Может ли быть так что этот Карпенко поднимая эту тему хочет беспорядок внутри России русские против чеченцев или нерусских чуть более лучше мастер желает желает ли он этого в своих мечтах может желает я не знаю я не могу залезть ему в голову но я знаю точно что что он транслирует это не попытка кого-то там сравить в России то что он транслирует это его претензии к чеченцам его какой-то комплекс неполноценности на фоне этой чеченской особенности которую он считает особенностью мы это не считаем этой особенностью для нас это обычное воспитание для нас в этом нет ничего необычного для нас наоборот необычно когда другие люди народы считают что кто-то не может приехать и на улицах городов приставать их девушкам вот это для нас необычно но мы не приходим вас воспитывать мы ни разу не поднимали тему почему у вас так можно нет ведь если бы я был подобен Карпенко я бы столько мог грязи сейчас поднимать и предъявлять но я это понимаю что из-за одной паршивой овцы в виде Карпенко предъявлять всем украинцам это неправильно к сожалению Карпенко это не понимает для Карпенко это нормально через пленных на котором он может доминировать с которыми он может говорить как угодно они ему отвечать не смогут он может через них нам всем предъявлять и его это радует что он предъявляет мы ему отвечаем он видит что это комментария к нему приходят чеченцы его критикуют и это его радует ну что ж Карпенко меня тоже радует меня тоже радует то что вы беситесь от того что я например от моего ответа тебе То есть сказал бы, что особенно, да, мы особенно такие избранные, я тебе ответил. Хотя я так не считаю. Но тебе я так ответил, и вас начало бомбить в комментариях, видишь, меня тоже это радует. Пусть бомбит. Почему ты свое мнение выдаешь, как за весь народ, говоря, что выдавать за других мусульман, не принято, но бывает тем самым народ травященный на них родных, что очень противоречит вам. Я не свое мнение выдаю. Я тебе говорю то, что в подавляющем большинстве народа реально так не принято. Извините, ребята. Я часть этого народа, я хорошо понимаю и знаю свой народ. Поэтому попытка выдать, сказать, что это мое какое-то объективное мнение, а большинство оно не такое, но наоборот это выглядит очень необъективно. Я думаю, вы сами, задающие этот вопрос, прекрасно понимаете, что это именно так. Если бы это не было так, сегодня у Карпенко бы по этой теме не бомбил. Очень часто вопросы этих межнациональных браков не возникали бы. Они возникают, потому что есть, такая тема есть. И в этом плохого на самом деле ничего нет. То, что чеченцы пытаются сохраниться как народ и не хотят, чтобы их женщины выходили замуж за представителей других народов, пусть даже мусульманских, это абсолютно нормальное явление, которое присутствует практически во всех народах. Вы думаете, что арабы хотят выдавать за неарабов? Там вообще даже на уровне рабских племен имеется такой момент. В религии вообще в исламе имеется понимание того, что урайшитку не выдают замуж за неурайшитку. Даже есть такие моменты. Я освещал, у меня есть отдельный ролик на эту тему по межнациональной браке. Если кто не смотрел, можете к нему вернуться. Поэтому отрицать, очевидно, я думаю, будет глупо. Ну, в смысле не бывают претензии семьи, которые выдали свою дочь за нечеченца, бывают презираемы всем нечеченцами. Ну, это неправда. Это, конечно, уже ты перебарщиваешь. У нас немало таких моментов, когда Чеченку выдали замуж за представителей наших братских народов. И какие могут быть претензии к этим людям? Нашли их достойными, посчитали нужными. Если отец, брат, законный Вали этой девушки, нашел это возможным. Сама девушка была не против, хотела этого брака. Никаких вопросов у чеченского общества, у народа к ним не будет. Если это мусульмане, конечно же. Если же это не мусульмане, к сожалению, такие моменты тоже бывают, то такая женщина перестает быть частью чеченского общества. Возьмите эту знаменитую, например, Эйзу, бывшую жену этого Гуфа. Мы ведь понимаем, что она родилась в чеченской семье, но она все, она перестала быть чеченкой. И она, и вся семья, все, нет их больше в нашем обществе. То есть такие люди, если они появляются, то просто их происходит сепарирование. Они сами себя из народа вычеркивают, и народ их вычеркивает. То есть никакой дальнейшей связи с их родцами, ничего подобного дальше не бывает. То есть девушка перестает быть чеченкой. Дружище, я один из первых твоих подписчиков, хотя Карпенко мой соотечественник. Тем не менее, целиком на твоей стороне я по-доброму завидую вашему воспитанию, а Карпенко, наверное, по-злому завидует. Благодарю тебя, Сергей Алекс, за этот коммент. Я умышленно не перехожу на народы, потому что у меня нет претензий ни к украинцам, ни к представителям других народов, если они для себя находят это приемлемо. Вообще, никаких претензий у меня нет. И у меня претензий непосредственно к Карпенко. И то только лишь потому, что у него претензии в целом к моему народу. Поэтому приходится отвечать Карпенко. К сожалению, так получается, что кто-то претензии, предъявленные Карпенко, принимает и на свой счет. Потому что он разделяет, возможно, недоумение Карпенко. И он считает, что я ему это тоже сказал. По поводу недоумения, возможно, он может на себя принимать мои слова. Но этот человек или эта группа людей должны понимать, что у меня нет претензий к вашему народу, к вашим обычаям, пока они у вас внутри практикуются, пока вы не пытаетесь их навязать мне или миру. Да никаких проблем. Живите как хотите. Главное, не приходите ко мне и не рассказывайте мне, что такое феодализм. Что мы должны не так воспитывать, что мы должны выдавать за кого угодно. Кто угодно может приехать к нам и знакомиться с нашими девушками. Ну, вы о чем, ребята? Просто спуститесь обратно на землю, поймите, что это не ваши проблемы, это не ваше дело. Мы воспитываем так, как мы считаем нужным, правильным. Живем мы так, как мы считаем нужным и правильным. А вы живите так, как хотите вы. Так, где ваши доблестные батальоны, которые воюют на стороне Украины сегодня? Видят, как он, тыкая и матерясь, обращался к пожилой чеченке. Они тоже уже не чеченцы и стали украинцами. Не понял я этого вопроса. Если, ну что значит, где они? Они занимаются войной, не воюют, я так думаю. Не в отличие от Карпенко, не видео снимают, не допрашивают. То есть занимаются не YouTube контентом. Они, скорее всего, заняты войной. Где-то, возможно, на позиции находятся в окопах. Кто-то дронами мочит оккупантов. Скорее всего, им не до этого. Я думаю, если вопросы все-таки... Смотрите, есть всегда инициатор разговора. И именно он должен находить людей, кому их задавать свои вопросы. Поэтому у Карпенко нет проблем с тем, чтобы найти этих чеченцев. Поехать к ним на базу. Либо пригласить куда-то, пересечься. Либо связаться можно, в принципе, без личной встречи. Видеосвязи связаться. Задать вопросы, получить ответы. Я думаю, ему вполне цивилизованно, нормально объяснят, ответят на его вопросы и никаких проблем не будет. В том случае, чеченский националист. Ну, отчасти да. Я, наверное, чеченский националист в хорошем смысле этого слова. Не в скверном смысле национализма, а в хорошем смысле. Когда ты хочешь национального государства. Когда ты любишь свой народ. Когда ты проблемы своего народа. Занимаешься большинство этими вопросами. То есть, это в хорошем смысле понимание. Такое базовое понимание национализма. То есть, без крайности. К сожалению, бывают примеры крайности. Когда национализм уходит в крайность. Он превращается в нацизм, фашизм. Особию. То, что в исламе называется Особией. Либо бывает обратная крайность. Когда человек вообще отвергает любое понимание. Народов, племен, национальности. И уходит в отрицание этого всего. То есть, это две ненужные крайности. Если ты в нормальном, принятом смысле являешься националистом. То в этом я не вижу никаких проблем. Есть возможность сделать эфир с карпенкой. Да без проблем. Я еще раз повторяю. Если он инициирует. Никаких проблем. Я открыт. Просто не я в этом заинтересован. Человек, постоянно сажающий перед собой пленных. И задающий им какие-то вопросы. И вот в этом видео он жалуется, что не получилось у него. Но если ты нуждаешься в этом, давай. Не хочешь со мной? Ну, выйди на других, находящихся в Украине. Пообщайся. Так, не желаю победу России в этой войне. Но было бы очень интересно видеть этого карпенка. В роли пленного будет ли он таким же наглым и дерзким. Не будет. В плену люди не бывают пленными и дерзкими. У них нет такой возможности. И то, что карпенка так себя ведет, это абсолютно не с лучшей стороны его показывает. В маленькой Бельгии практически отсутствуют браки между французами и голландцами. Две общины полностью автономны и не смешиваются друг с другом. Да, это было такое исследование. Оказалось, что очень малый, маленький процент браков между французоязычной и голландноязычной частью Бельгии. И это действительно очень интересный феномен. Вообще, Бельгия такая страна, существующая, по-моему, против всех законов физики, природы, здравого смысла. Но она при этом существует и является достаточно успешной страной. Это, на самом деле, очень такой серьезный, хороший рецидент. Когда нам говорят, что нельзя, невозможно в этом мире, то вам вы не сможете, потому что то у вас там тейповая система. А вот Бельгия и подобные страны показывают, что иногда в рамках государства может существовать даже абсолютно непонятное по своей структуре, по населению, по этническому составу государства. Может вполне существовать и быть даже успешным. А как, собственно, ведет себя Карпенко ему, что пленных чеченцев на руках носики-пылинки смахивать? Нет, Олег Самко, ему с пленными нужно говорить, как с российскими военнопленными. Не пытаться через военнопленных, показывая свое доминирование над ними, предъявлять претензии целым народам. Вот что ему надо сделать. Находящиеся в его плену российские военнопленные, это российские военнопленные, вне зависимости от их национального состава. Бурят, чеченец, алтайец, русский, татарин, башкир. Все они российские военнослужащие. И претензии надо предъявлять российскому государству. И претензии должны быть в плане войны. А о чем говорит Карпенко? Почему вы не выдаете замуж? Почему нельзя знакомиться с вашими девушками? Ну вы в своем уме вообще. О чем вы говорите с российским военнопленным? Проблема в этом, что ли? Кто-то пришел к вам с войной, чтобы научить вас, как не выдавать замуж своих девушек за представителей других национальностей? В этом разве суть этой войны? Вы понимаете, на какой уровень вообще это все опустилось? Человек не занимается ни военными, ни допросами военнопленных, ни обменом военнопленных, а фигачит контент в YouTube. Просто нужно побольше просмотров, лайков, дизлайков, комментариев, хейтов. Вот что ему нужно. Передайте Карпенко. Если он прописку сделает, то пенсию ему сделают за 500 тысяч. Поверь мне, о коррупции Карпенко вообще ничего рассказывать не нужно. Вообще, вот эта часть, когда Карпенко удивлялся тому, что в Чечне можно за деньги сделать инвалидность и получать пенсию, когда он такой недоумевал. Вы представляете, у них можно купить диплом, купить аттестат, у них можно сделать пенсию. Это настолько плохая игра была, потому что вот если бы провести хит-парад коррумпированных стран, то Украина будет топ-10. И, я думаю, будет выше на уровень, чем Россия. Ну, по крайней мере, была. И, может быть, сейчас во время войны. Хотя даже сейчас во время войны мы видим, как арестовывают огромные склады с деньгами, изымают. То есть, я что хочу сказать. Карпенко, он-то не сейчас родился, не сейчас приехал в Украину и получил гражданство. Он жил в этой стране. То есть, он-то лучше нас всех знает, что такое коррупция. В Украине можно было, и я думаю, до сих пор многие моменты... Ладно, не будем говорить про нынешнее время, война. Можно было совсем недавно любые вопросы решать за деньги, покупать гражданство, какие-то отметки. Все, что угодно можно было делать за деньги. Поэтому, когда Карпенко удивляется, что в Чечне можно за деньги сделать пенсию, это настолько смешно выглядит. А второе его удивление, когда он про мотоциклы, помните? Кто-то объясняет, что он купил мотоцикл за сколько-то, он был на белорусских номерах. И Карпенко делает свое экспертное заключение, дает, что этот мотоцикл угнанный, он в розыске, поэтому он в белорусских номерах. Вообще непонятно, откуда он сделал такую экспертизу. Потому что причина, по которой используются вообще белорусские машины или мотоциклы, она в том, что это одна таможенная зона. И там в Белоруссии по коррупционным схемам загоняют мотоцикл. Мотоцикл, он не обязательно, он должен быть угнанным. Это может быть вполне нормальный мотоцикл. Его растамаживают. И затем, когда ты его покупаешь в Белоруссии, тебе не нужно его в России отдельно растамаживать. В этом суть. Поэтому там по дешевке покупают. Но я хочу сказать другое. Я ведь сам был в мототеме, когда находился дома. Я могу сказать, что где-то до 2013-2014 годов вообще честных мотоциклов не было. Все мотоциклы практически были, все левые угнаны. Они все были угнаны в Европе и привезены в Россию. Все они по вину провивались в розыске в Интерполе. И вот самое интересное, что все эти мотоциклы загонялись через Украину. И ни одного мотоцикла тогда не было левого, который бы не был пригнан через Украину. Поэтому, ну, Карпенко ли не знать об этом, о коррупции? И Карпенко ли задавать вопросы касаемо коррупции? И еще вот момент. Если эта коррупция есть, и реально, ну, точнее, не если она-то есть, разве это плохо для Карпенко? Наоборот, радоваться надо, что в России есть коррупция. Что там все настолько плохо. Все покупается, продается. Но это же хорошо. Почему Карпенко это беспокоит? Так, Томсо, если чеченцы соблюдают чистоту крови, то чем это отличается от арийской концепции Третьего Рейха? Кто вот это сказал, чистота крови? Томсо этого не говорил, и ни один чеченец об этом не говорит. Ну, может, какие-нибудь отбитые тебе скажут. Мы не говорим, что это чистота крови. Причем здесь кровь? Вопрос народности, это вообще не вопрос крови. Это вопрос обычаев, традиций, языка. Мы говорим, что так принято у нас не потому, что мы кровь свою не мешаем, не потому, что мы арийцы, а просто потому, что мы, будучи маленьким народом, мы хотим, чтобы наши девушки, дочки, сестры выходили замуж за представителей наших народов, где говорят на нашем языке, где действуют наши обычаи и традиции, чтобы наши девушки, не попадая в какую-то иную среду, им не нужно было там адаптироваться, попадать в не свои обычаи и традиции, туда, где не говорят на их языке, там, где им придется полностью себя менять. То есть, прежде всего, из соображений практичности, не из соображений какой-то особенности, избранности, которую нам хочет прописать Карпенко и прочие пики. Дело не в этом. Дело вот в обычной практичности. Такие браки более долговечны. Когда девушка попадает не в свою среду и вынуждена взаимодействовать с родственниками мужа, которые из другой традиционной культуры, возникают проблемы, возникают трения. Как правило, такие браки чаще подвержены расторжению. Поэтому чеченцы не хотят, чтобы это происходило. Но, тем не менее, в каких-то исключительных случаях это происходит. И есть примеры, где такие браки оказались крепкими, крепкими. Хвала Аллаху. Никаких вопросов таким людям нет. Но, к сожалению, в большинстве случаев такие браки чаще расторгаются. И если каждый из нас просто вокруг себя посмотрит, как в случае, который он знает, он увидит, что большинство из таких браков, к сожалению, распалится. Ну что, ты не осуждаешь, а поддерживаешь то, что у чеченцев не принято, но бывает выдавать за муссул других наций. Это противоречит исламу, если так говорит. До недавнего времени у чеченского не принято было одевать хейджерности. Я это уже опроверг в отдельном своем видео на моем канале, посмотрев про межнациональные браки. Я опроверг там вот это утверждение, что это противоречит исламу, потому что это не противоречит исламу. Наоборот, в исламе даже шейх Ибн Таймия, не тот шейх Улислам Ибн Таймия, а его дед, тоже ученый, агалюционно, допустим, он вообще выдал мнение, которое, на мой взгляд, действительно слишком, ну это крайность, он слишком радикальное. Он вообще сказал, что брак урайшитки с неурайшитом недействителен. Ты знаешь, вы понимаете смысл слова недействителен? То есть он не просто говорит, что нежелательно, а много ученых, которые запрещали, говорили, что нет, урайшитка уходит только за урайшита, арабка за араба. Это, в принципе, ученые ислама об этом говорят, поощряют именно это, чтобы в своей культурной традиционной среде женились, ходили замуж. Ну вот, как пример, есть даже те, кто не просто говорят нежелательности, поощрение этого, а говорят, брак недействителен. И если у тебя есть ко мне вопрос, и ты говоришь, что это не по теории ислама, то давай начни с Ибн Таймии. Он в этом вопросе более радикален. Он говорит, что такой брак вообще недействителен. Ты знаешь, что следует за словами недействителен? Рожденные в таком браке дети, кем они являются? Совместная жизнь со всеми утекающими такого мужа и жены чем является? В общем, подумай об этом, и ты, может быть, откроешь, в общем, новую тему дискуссии, хотя вряд ли на эту тему уже многие дискутировали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok